говорить тема о чем кейк да фишак мэйк я дописал у нас прошли праздники как бы все уже я думаю немножко с кейками побаловались а надоело я хотел рассказать про сишарк мэйк что это такое как и зачем применять и поделиться опытом я не знаю может кто-нибудь уже использует то пожалуйста не стесняйтесь сказать тоже кто-то подсказать какие-то моменты интересные веселые что такое кейк да то есть давайте я дам официальное с сайта эта система на мы все знаем есть там семейка фейк саки и тому подобное так раз платформенная build automation система использует сша dsl это очень важно мы поговорим но соответственно если это build automation система то она точно имеет компилировать код делать какие-то действия что-нибудь копировать запускать юни тесты integration и тому подобное иными словами более так неофициальная вещь это build automation систему вы пишете свои билд скрипты на сишарке запускается она и тут нет фреймворк и дотнет корр соответственно кросс платформенная это идет отсюда использует под капотом она roslin или моно компайлер если мы говорим про линуксы и macos osx она и соответственно сейчас идет конечно все по максимуму на рослин дотнет корр потому что они стали кроссплатформенными этот проект уже живет довольно долго по меркам на то есть 2014 года я и говорю по меркам новым проектом да иногда знаете особенно в мире javascript там проект родился версия 0.1 все уже использует продакшене вот и тому подобное и самое главное вы всегда знаете что open source проекта имеет возможность закрыться быть неактивными никто не отвечает и забыли нет здесь это не пройдет потому что это часть дотнет foundation то есть но тут нет foundation это уже какая-то гарантия что она используется плюс я могу сказать что очень хорошие комьюнити много пул реквестов быстрая связь и тому подобное то есть в принципе библиотека будет жить долго тут наверное возникнет вопрос зачем нам нужен кейк все что я рассказал бил система на и тому подобное ну это делается уже давно это не в 2017 шестнадцатом четырнадцатом или тринадцатом это делается уже очень давно зачем не изучать что-то новое знать и делать подключать если я могу попросить какого-нибудь человека делать это все ответственно это может быть джон на если это какой-то заказчик на западный вот или это если наши местные кто-то коллега с команды это может быть игорь андрей вася кто угодно соответственно человек что может делать на там заниматься всем этими вещами билдами диплоями и тому подобное также можно сказать а я могу законфигурировать весь этот процесс на ся и сервере на или зачем подключать кейк если есть родной крутой мосбилд ну или зачем мне учить еще какой-нибудь сша dsl если я знаю power shell visual basic script ну или java script на но это то есть так давайте разберем каждый из подпунктов в чем мне кажется здесь есть проблема первое до попросить джона игоря андрея николая кого угодно или просто сказать там давайте зареквестуем какого-нибудь девопса пусть девопс этим занимаются проблема здесь первое есть основная колоссальная все вот эти степы будет делать человек человек сожалению это такое уязвимое существо которое не застраховано от воздействия внешней среды и настроение и тому подобное загруженность вот просто что-то может не знает соответственно могут быть просто ошибки даже если он делал это 10 раз до этого на 11 может что-то забыть шаг вот так же наш джон я не знаю но я одно время как-то и был джоном исполнял эту роль надо понимать что это не 24 на 7 сервис то есть если что-то случилось а да там вы или в отпуске или ограничены да или там просто но бывают какие вариации да есть такой как бас фактор вас бил троллейбус машина бас но что более вероятно это то что вас могли захантить другую компанию и тому подобное вы просто покинули компанию соответственно все знания уходят все теряются вот и скажем так все не документации ничего да даже если говорить просто если вы все делаете все хорошо настроили все работает приходит похожий проект нужно сделать какой-то более plate и через полгода вы не можете это все повторить вам нужно идти смотреть отрывать делать но различные скажем так записи повторять это все снова а то есть потому что уже все забылось вот то есть этот вариант вообще не очень хорош второй вариант это настроить себя и сервер здесь пример скиншот реального проекта проекта проект очень простой тут всего лишь там три project а обычный веб-аппликейшн вот и скажем так уже сложно становится на конфигурировать вот какая проблема с ног то есть есть там в стс на там тфс но выглядит это тоже это набор степов вот который ну довольно нетривиальный то есть сказать что я могу сразу счет какой-то проект на конфигурировать хотя это вчера делал нет надо будет куда-то как референс возвращаться ну не очень удобно также что мне не нравится с этими ся и сервер я думаю вы все здесь узнаете вам знакомая картина что первые билды первые десяток идет всегда кому когда вы настраиваете на то есть подключили и начинается первый я вообще стараюсь отменять да потому что он точно будет кому стараясь начинается 2 но как обычно нужно что-то закоммитить забыли файлы какие-то очень сложно но в принципе для истории билдов это не очень хорошая штука я бы мечтал о возможности запустить локально все проверить а и потом уже сказать вот вот это работает все запускает там где нигде угодно также вы знаете что в системе контроля версии да это вот но справа картинка особенно если вы идете в начало проекта и ся и был самого начала вы можете увидеть да там несколько комитов подрядом fix it билд fix it билд потом уже на третий четвертый пятый шестой раз вы уже просто ну злитесь или это не сообщение или уже начинаетесь ругаться в комитете что тоже на самом деле не очень хорошо и так с каждым новым сяем а если вы случайно поняли что дженкинс это не вся и вашей мечты а вы хотите на team city вы хотите на в стс куда-нибудь кит лап и тому подобное вам нужно эти все действия повторить что не очень хорошо соответственно какая здесь проблема если вы скажете что не кейк не нужен я все это делаю на себя сервере да это хорошо это лучше чем опция 1 однозначно но смотрите вы зависит от себя если например вы хотите легко перейти с одного себя на другой для вас легко вообще ну скажем так ближе к невозможно нужно все заново модифицировать смотреть например там тоже надо собрать какой-то нам там запустить я не знаю тесты нам окей что нужно сделать скорее всего есть какой-то плагин смотрите например team city поддерживает из коробки н юнит в стс мстс окей у меня xunit что делать ну классно есть плагин и вам начинается гугление каждый раз вы ищете плагин для этого сия чтобы сделать одно и то же и для каждых сяем разное также вы не можете хранить эту конфигурацию и переносить например между теми же team city понятно есть гитлаб есть up where circle ся и тому подобное они поддерживают такой дефинишн яму то есть можно конечно конфигурировать но если честно все равно не получается не то потом нужно лезть где-то там мышкой в юайки на классы и также какая проблема если вы делаете какой-то рефакторинг даже просто меняете название проектов меня эти относительные пути проблема то что вам нужно идти менять это все на си или где-то в конфигурации а если вы меняете где-то team city в стс но у вас большая проблема то что если вам случайно нужно откатиться или как-то запустить раннюю версию вы понимаете да что проблема код у вас был сбилдится да но ему нужны новые правила нужно идти все редактировать на team city в стс из таких более популярных систем которые я встречал в практике есть история изменений есть что-то наподобие версии контроля этих изменений такой аудит но к сожалению он работает не так как бы хотелось вот поэтому желательно хранить то как собирать ваш проект всегда где-то в коде пойдем дальше на то есть в принципе здесь более-менее понятны проблемы давайте поговорим мсбилд все знают что если чего-то не хватает функциональности таски у нас есть мсбилд который как раз таск бейзит выполняет шаги но не знаю как вы но для меня мсбилд синтаксис но очень сложный я каждый раз как пытался что-то научиться разобраться я заканчивал на том чтобы но пытаться я даже не продвигался особо потому что как-то ну казалось сложно хотелось найти более легкие варианты потом если даже вы разобрались подключили какие-то простые таски да там скопировать файлы это все легко это в принципе гуглится подключается если вам нужно что-то сложное если вы пишете свой код то дебаггинг процессов мсбилдового но это вообще для меня rocket science во первых чтобы задебажить вы можете найти какой-то пример но чаще всего целая статья вам нужно включить что-то в реестре да то есть ну потом подключиться к этому билду ну процесс довольно сложный если вам нужно подебажить это например кросс-платформе на вот но запустить где-то это подмо ну там еще начинается все сложнее ну и плюс то что надо запустить тесты начинаете это все гуглить как что какие таски и по дефолту очень мало фичи которые вы получаете sms build он супер отличный стабильный как бы инструмент для сборки решений мощный но порог вхождения в него довольно высокий и требовать скажем так у команды у всех членов команды чтобы они знали мы билд на как он устроен внутри как делать свои таски но это наверное оверхед когда пытаетесь сам с билдом поработать сразу поднимается такая опция 4 который явно указано что зачем если я могу написать на си шарпе на какие-то консольные утилиты но проблема тут какая много ручной работы много писать например даже если вам нужно запустить им из билд откуда-то тут всегда такой квест на как найти где находится м из пилд установлен он или нет этот м из пил а если нужно запускать под разными версиями но это тоже это все хранится в реестре есть там переменных окружения но довольно нетривиально то есть постоянно гуглить потом писать код заниматься его отладкой проверять и вот но и есть ограничения например сишат не очень хороший язык для скрипки вот но есть как понятные нам ограничения powershell обычно приходит powershell говорят о мы на powershell можем написать powershell очень классный язык реально мощный для скриптования много возможностей но это язык его нужно знать на и соответственно тоже постоянно надо заниматься учить и если вы написали например вам захотелось выучить powershell вы выучили написали вы опять же не можете требовать от всей команды знать powershell маме соответственно разбираться это но некий челлендж поэтому принципе не стоит велосипедить пытаться на для этого есть уже инструменты как я сказал не кейк да мы едины но у нас еще есть там фейк так и тому подобное там проблема то что нужно опять учить дополнительный язык и делать требования в команде там знаете в шарп и тому подобное перед тем как мы перейдем непосредственно к самому кейку тоже хотел обратить ваше внимание на что поднимается под билд процессом билд процесс для меня это немножко сложнее чем просто нажать ваш ход кейт по дефолту это control shift by да и собрать просто ваш solution загруженный на чаще всего вам нужно сделать клин на чтобы вы проверили что она работает не только на вашей машине package restore на без этого ну там никуда потом непосредственно билд билд это самого кода на source кода процесс это тоже довольно нетривиальный в наши дни надо проставить версию нового билда я думаю вы это используете потом провести статический анализ запустить какой-то style коп запустить sonar cube собрать метрики качество кода после этого получаете артефакты а но дальше тоже процесс сложный да уже такой билл процесс не просто что-то получить важно запустить юнит тесты на проверить что мы ничего не поломали все хорошо посчитать тест coverage ну тоже как метрика потом это все запаковать и уже куда-то эти артефакты запаблишить отправить в принципе вот это более-менее такой упрощенный новым билл процесс который должен быть у нас давайте теперь поговорим что нам требуется для того чтобы подключить кейк и начать с ним работать кто знает там из и плюс плюс есть в принципе си мейк на такая вот вещь там есть джавы это в принципе файл нужен но для того чтобы начать с этим файлом работать нам всегда нужны какие-то bootstrapper кейк билд дает сразу возможность подключить bootstrapper называется он build ps1 и build shell то есть баш соответственно первый это для windows а второй это для мака и linux powershell тоже кроссплатформен и сейчас но скажем так я бы не рекомендовал использовать и еще его как bootstrapper для linux и мака используйте нативный скрипт shell скрипт что это делает они проверяют что у вас подключен скажем так все необходимые тулы если нет он их скачивает и скажем так запускает уже на выполнение непосредственно кейк ну то есть а билд кейк описывает наш скрипт который мы сегодня посмотрим но есть также дополнительно package config это не обязательно но если вам нужно подключить какие-то дополнительные тулы на этим я покажу зачем в принципе я использую но скажем так вот этот package config нужен для одной единственной вещи но все остальное можно подключать со скрипта как работает кейк есть некий исполняемый файл и как за он кросс платформенный это не стоит бояться он получает на вход конфигурации аргументы потому что он зависит от того где он исполняется потому что вы можете его запускать на какой-то ся и системе да в контексте это может быть linux машина windows машина macos машина вы можете передавать свои аргументы но и самым главным файлом где описан ваш скрипт что делать это кейк файл сишар когда он запустился он проверяет если все пэкаджи нужно если их нет он их скачивает то есть смотрит что все что у него было нужно для работы он это себе добавляет автоматически то есть вы об этом не думаете это плюс что вам ничего не надо кроме этих трех файлов я имею ввиду build кейк и bootstrapper и build ps1 и шелл хранить в репозиторию он это все скачает дальше он компилирует скрипт потому что это базируется на розлине и моно скрипт инжене сейчас все старается на рослин переписать он компилирует этот ваш скрипт это сишар это немножко dsm но это все также сиша и делает такую memory assembly для вас это shadow и запускает на выполнение и результатом этой работы получается какой-то артефакт какой-то результат это может быть что угодно это может быть никит пэкэдж это зип экзешник dll msi какой-то инсталлятор или просто уже сразу там теплой куда-нибудь есть какие-нибудь вопросы перед тем как может переключимся демо что такой быстро вопрос проверить меня слышно вообще тут еще остался на линии окей супер но если есть вопросы то задавайте если нет но переключимся на дэва может быть более понятно я не хотел сильно грузить слайдами хотел больше показать дэму как это выглядит давайте посмотрим на дэму пример как и горил то там это кроссплатформенный и тому подобное ну давайте в реалиях как мы используем мы не применяем в основном датам для супер современных проектов это абсолютно валидно для всех сша проекта я создал постарался воссоздать есть один из проектов последних которые довольно небольшой но у него скажем так дипломом билд процесс довольно нетривиальный получается это все доступно на гитхабе я скину ссылку потом это с презентацией вы можете посмотреть какие обычные проекты это использованы темплейты стандартные это у нас sp.net web api 2 и 2 просто дефолтный с контроллером который возвращает values у нас есть подключенный roslyn анализатор вот ну и в принципе так все все стандартное то есть модификации никаких здесь нету то есть он открывается 2013 15 студия меня 17 никак не влияет вот собирается есть немножко тестов то тоже запустил подключил извиняюсь это тесты обычные юни тесты которые есть референс на сборку на нашу api два простых теста которые проверяют пойти чуть-чуть побольше сделает тут ничего как бы важного но все равно два теста которые проверяют что правда они что-то возвращают и возвращает там или и есть тесты integration на integration тесты это настоящий integration тесты которые но тут нету зависимости здесь идут реальные запроса то есть на нашей здесь указывается api в адреса api в конфиге прописано это тоже специально для демонстрационных целей что может какие-то бил как из таких основных с чем я встречаюсь очень часто что он но требуется в наших проектах сделать модифицировать изменить вот тут в принципе все просто как начать работать с кейк для этого всего можно все делать руками подключить с гитхаба кейк билд есть эта ссылка презентации ресурсы нужные bootstrapper и вот но можно поставить экстеншен это есть экстеншен для visual студии 2015 вот но пока еще не обновили до 2017 не этот подход не очень как бы удобен я в принципе покажу вам как это сделать visual studio code visual studio вот она кросс платформена есть экстеншен он работает с ней то есть вы находите кейк extension ставите его запустили и все попробую я теперь закрыть закрылась вот тот же самый у меня проект открытый в visual studio код и здесь довольно просто когда вы нажимаете команд кейк есть такая вещь install и bootstrapper и вы выбираете например там где нужен powershell он вам загружает это все вот был ps1 или вы можете его прямо скачать вот отсюда с ресурсов вам здесь модифицировать ничего не нужно он как бы есть он работает тоже самое можно сделать и например давайте кейк поставим bootstrapper для unix платформ то же самое он здесь поделает необходимые все проверки загружает то чего не хватает это не модифицируется это есть как ну скажем так скачали все если правда вам нужно что-то вы можете без проблем там модифицировать посмотреть то есть это все что попадает репозиторий также очень вам нужен непосредственно кейк build файл когда у вас есть кейк build файл вы уже пишете здесь скрипт то есть в репозиторий вам попадает только этих три файла и все если вы не собираетесь собирать где-то это она запускать на линоксе да там на макосе то вам даже этот файл не нужен вам powershell достаточно вот в принципе я не буду скажем так вам показывать как шаг за шагом писать этот скрипт и чтобы не тратить время я вам просто покажу уже как он выглядит этот скрипт на то есть у меня здесь есть запущенный вот ну немножко расскажу и думал будет ну понятно сложного нету это все шарп как бы основное давайте еще раз вам покажу что это все тот же у нас вот есть ps1 наш и кейк описание нашего процесса здесь есть tools поговорим немножко позже них на вес начал аргументы как и говорил кейк может принимать аргументы то есть это то что вы передаете из не например когда там запускаете там ваш этот файл и передаете просто аргументы это может быть таргет давайте так это может быть аргумент вот если вы его не передали можно задать дефолтное значение например там таргет это какие шаги запустить потому что очень часто вы хотите запускать например только тесты только бил только деплой и тому подобное но что шагов у вас может быть много конфигурация да вы не всегда хотите на при этом в религии собирать вы хотите в дебаг или вашей какой-то кастанной конфигурации build number вот ну то есть вы понимаете на то есть эти аргументы можно передавать также как это си шарп скрипт есть без проблем вы можете определить глобальную перемен от и использовать везде в чем плюс большой кейка у него есть по дефолту очень много вещей проверять например видите здесь используется функциональность кейка build system из local build потому что очень часто вы хотите запускать локально на там build проверять что все хорошо но чтоб это отличалось от того как вы запускаете на ся и вы можете даже настроить что пусть если там это пул реквест и тому подобное очень много анализов то есть если посмотреть более сложные комплексные скрипты например вы проверяете если это пул реквест у него есть интеграция там с гид 0 курил и тому подобное если он смотрит что это пул реквест то тогда он не запускает диплоя например может запускать дополнительные проверки и всякие разные вещи в кейке все базируется на тасках довольно такой dsl понятное описание есть таск так как есть плагин у меня у меня есть подсветка а то есть ну вот здесь вот раскраска если вы ставите подсветка синтаксиса вот я объявляю клин это может быть все что угодно а то есть таск лим что она делает делает очистку директории например вот этот такой вот директива она говорит о том что не только почистить директорию но если ее нету создать эти очень часто падают там ну и начинается ифы но может какие-то программы падают если это директория не существует какие-то могут сами создавать умный и тому подобное в принципе вы об этом не задумываетесь вы сказали почисти если ее нету по дефолту то создай обычно все у нас начинается с клин на вот ну все с чистого листа потом по нашему бил процесс если вы помните надо сделать restore а вот тут вот такая появляется вещь если я хочу запустить restore а то я хотел бы перед этим все почистить я довольно легко указываю что она зависит от клин и соответственно тут плюс что вам не нужно самим там выстраивать вы просто описываете такие вот из депент он и он сам уже строить граф а потому что эти депенденте может быть несколько тасков например запустить теста зависит от билда билд свою очередь зависит там от restore очень удобно ну и дальше опять кейк dsl new get restore просто передаем ему solution файл и все довольно как бы ну легко и понятно я думаю что любой человек который не знаком с кейпом но прочитает и сам не может объяснить что здесь делается поэтому я не хотел всяк-за шагом вести это писать тратить ваше время например билд до билд у нас зависит от restore до restore свою очередь от клин кейк решит все эти зависимости построить нужный граф и будет запускать правильном порядке даже если я ему там например напишу на что у нас там там build с 1 и там есть параметр target и например я могу написать там restore передать этот таргет я просто вам то что покажу видите он автоматом запустил клин ну то есть я ему сказал restore но он знает уже зависимость build build зависит от restore и transform например какая-то трансформация то что я говорил нам нужно подставить нужный ключ который мы получаем нашего инстанца против которого мы будем запускать integration тесты наш то есть это могут быть ваши любые модификации файлов вот это может быть app конфиг все что угодно это тоже есть уже стандартно в кейке то есть это большой плюс что много инструментов почти все что вам нужно не только там какие-то замены а это может быть например какой-то и у мерч да там какой-то репак потом style коп какие-то сеттинги sonar cube вы просто пишите но довольно таком удобном однострочных командах вот тут вот есть зависимость да то что критерия то что это continuous integration build это у меня глобальная переменная который проверяет что это не локальный пил а потому что локальная например не хочу запускать integration тест дальше build тоже довольно просто на обычно что нам нужно сделать мсбилд натравить найти мсбилд сложно если мы хотим какую-то там версию выставить какие-то сеттинги но реально как это все запускать с параметрами но если честно я никогда не помню если мне что-то нужно запустить я обычно это гугли здесь довольно все просто интуитивно в таком флюент интерфейсе очень легко я могу например сейчас вам покажу это target build не надо сделать на запускается мы сейчас вы к этому еще вернемся как она все запускается сделал restore запустил build нашел мне и нужен автоматически мсбилд тулс версии на соответственно сделал какой-то output я специально то что подключил рослин анализатор он не говорит да там протекте ставите вот у тебя пустые методы почему он пустой добавь там коммент а соответственно если например там в релизе я могу быстро добавить возможность что из property с ритворенс и просто вам покажу на наглядном примере что если я запрошу сейчас build он мне скажет и restore build и он уже это как ошибки и все и она упала то есть довольно легко не надо скажем так мучиться как-то это все настраивать искать с какими параметрами запускать ну трансформации вам показывал юни тесты тоже обычно ой надо запустить юни тесты что как это же целая такая вот ну беда ну x-unit ms-test n-unit просто пишите n-unit передаете какая сборка ему будет тоже путь поиска и конфигурация это вот относится сюда к стринг формат да там или в дебаге или в релизе запускаем смотрите единственный нюанс да вот но так уже стараются там использовать например интерполирование строк всякие такие модные вещи к сожалению не получится так как это скриптинг да и нужно совместимость с моно сейчас не поддерживается еще там все шарп 6 0 и тому подобное вот синтаксис это будет следующих релизах это просто приходится писать так ну и соответственно тоже параметры например я хочу отчет потому что какой тут минус кажется на первый взгляд билд-система что-то как-то склады сама запускает если я хочу это в репорты моего team city например или в стс то же самое как и плагина интегрируется результатами этот будет xml репорт а team city в стс и другие этот xml репорт умеют партить уже и показывать красиво в своих ташпортах он тоже довольно просто например патч версии я не знаю используете вы версионирование или нет но надеюсь что да довольно легко можно assembly info можно создать можно взять существующие обновить сгенерировать например перед билдом также можно подключить например дополнительные инструменты там как gith versioning и чуть ли ну скажем так туда не вписывать с какой брончи когда было собрано какой там хэш коммита и тому подобное дальше например в паближ то если у вас веб-аппликейшн есть но его нужно куда-то за паближ и сделать package но это из таких вот но вещей которые стандартно если вы помните но это довольно непросто сделать нужно тоже гуглит какие параметры передавать очень часто в интернете говорят создайте там publish the finish он да за коммите в репозиторий потом указывайте но потом где-нибудь там каких-то не самых это акцептнутых ответах вы найдете там как запускать это с параметрами и без всяких паблишка файлов здесь это тоже как бы конфигурируется вам не нужно искать это выглядит гораздо проще как эти параметры передавать что за что отвечает есть это все в документации кейк уже собрано когда вы собрали дотнет билд то есть еще такая команда м избил дотан билд он умнее он на виндовсе запустит м избилд на линуксе или на маке он запустит x build x build это имплементация м с билда от моно вот но и мы сбил тоже кроссплатформе но он еще не настолько мачурный чтобы использовать скажем так как enterprise ready вещь но можно в принципе небольшие несложные проекты не комплексно он собирает zip files тоже никаких модификаций поиска как что сделать просто zip что его что так же ну как пример здесь например используется октопуш да такой вот таск есть это octopus теплой я думаю что кто-то слышал кто-то нет это релиз менеджмент она позволяет управление вашими релизами там какие-то конфигурации сложные диплойменты скажем так изолирует от вас это все все что связано с релиз менеджментом это как пример тоже подключено она настраивается показать что кикбилд легко расширяется очень легко то есть например чтобы запустить x-unit ну нам надо подключить тоже ту на это отдельный x-unit runner консоль который делает этот весь запуск проверяет ищет вот так же октопу стулс подключается есть ту есть один например если вам надо там подключить что нибудь снеге то там с хотите с джейсоном поработать вы легко пишите 1 на и пакет шейди ньютон софт . джейсон все она вам подключает вы импортируете например namespace и можно работать использовать довольно удобно расширяемость то есть соответственно опять вы ничего не хотите у себя в репозитории но при билде все выкачивается ну и тут как бы используются тоже такие конфигурации которые приходят с этой тулы и довольно легко можно отправить это на octopus сервер сделать релиз сделать диплой этого всего подождать пока закончится диплой и запустить например и грешен тест против этого всего то есть такие вот но довольно удобные вещи что это выглядит вся структура проекта есть tools есть ответственно ты топил до пилд артефакт это все все что создается то есть и когда я запускаю тут надо сделать clear если я запускаю мой скрипт то есть от вашего ся я да или от нового коллеги но разработчика чтобы собрать решение ему надо просто запустить build ps1 он просмотрит если у вас все все что нужно сделать restore package если я например сейчас вам покажу но если он смотрит если package восстановлен он их не запускает больше то есть если например сейчас их удалю а то он сделает от restore видно что он показывает как он компрессинг делает и все для популярных систем тоже есть интеграция есть сразу плагин можно запускать кейк но это не не всегда нужно например давайте я вам удалю пэккеджи окей даме тебе администратора права через вискод как сложно удалять пэккеджи давай попробую еще раз да получилось супер вот посмотрим запускаем он опять собирает был скрипт смотрит что у него все хватает и начинает реставрить пэккеджи соответственно это независимо и такой в репиды был скрипт повторяем и восстановил пэккеджи и начинает уже дальше делать все что нужно какая еще тут вещь я хотел бы показать и перейдем к вопросам и ответам в принципе и написать такое довольно быстро можно но если у вас какая-то кастомная логика например вы делаете какие-то трансформации тут у вас есть а мощь c-sharp а пишите код всегда хотелось бы как-то это по дебажить возможность и тут такая тоже возможность сейчас он закончить вот закончил и вы можете посмотреть довольно такая хорошая вещь что почему у меня бил так долго потому что там это было пропущено restore 16 секунд выполнялся окей да значит надо что-то оптимизировать добавить кэш и подобное вот как это все добавить самое простое и что мне нравится это легко настроить visual studio код потому что я сейчас вам покажу это вижу в студии если вы используете 15 подключили плагин то он интегрируется в таск раннер который используется для гольф гранта там вот пока вот в студии немножко этот опыт не самый удобный скажем так что даже в 15 вот ну тут можно поставить да там breakpoint и поставили и для того чтобы запустить на дебаг просто пишите там кейк передаете ему этот файл и говорите что дебаг и он говорит вам но подключиться к такому процесс а то есть это ремонт дебагин процесса надо закрыть обязательно файл потому что студию ругается а то что процесс найдем этот кейк мы тут на таким айди при отточимся поставили breakpoint он сейчас загрузит файлы наверно рано я закрыл откроем его заново окей почему-то он его не нашел давайте нажму f10 куда я попаду он говорит что он почему-то к нему не подключил с 32 давайте еще раз затачусь значит процесс мне кажется он к нему снова не затачился вот поэтому мне не нравится visual студии как бы что-то там происходит вот и там он часто ругается на эти ошибки давайте здесь это остановлю так а я может быть и неправильно написал может это не моя ошибка билд кейк да это к сожалению моя ошибка но это не меняет experience работы 107 68 давайте еще раз подключимся хотелось бы все-таки этот показать так что процесс да часа должен запуститься смотрим да вот и вот эти начинаются он горит этот документ уже открыт открыт он breakpoint и не ставит я говорю ok найди мне опять открыто и вот когда-то на второй раз она уже срабатывает вот и соответственно у вас есть возможность дебага можем ходить переходить но как вы понимаете это все ограничено да то есть я не могу навести посмотреть максимум что это то есть это вот локал я могу например конечно эволюэйшен использовать quick эволюэйшен да quick watch windows разворачивать его смотреть что да как а какие-то выполнять операции доступные мидит виндах холстэк сильно вам не поможет здесь но очень удобно когда вам нужно понять посмотреть на что же есть у нас как видите здесь такой очень огромный список разных ся и систем а фейер бамбу в чем этот плюс например вы запускаете на а фейер вы можете сказать если я на фейер на если там раненку нам фейер то скажи мне там какая у меня есть билд вершин да там или джоп нейм то есть получает по максимуму и вы получаете тайпе да стронгли тайпе вам не нужно там переменные какие-то искать как он это передает как он эти версии вот и тому подобное то есть соответственно также есть все что мы здесь за define а то есть наши перемены мы можем изменять смотреть то есть experience в принципе гораздо лучше чем смс билдом работы вот ну стойте это конечно классно но что мне больше нравится эта возможность работы visual studio код понятно что это редактор но такой дебаг простой ну когда не подключается инструменты мы можем сделать из visual studio код для этого нужно подключить в tools package конфиг тут ну прописана версия кейк она не обязательно этот файл можете не хранить но вы можете подключить такой как кейк коры CLR это нюгет пэкэдж вот и соответственно тогда вы можете закомитывать вот такой вот лонч джейсон файле который говорит что запусти мне пожалуйста tools эту дл льку на то что вот сейчас я как раз дел передай файл мой билд кейк дебаг и рвозит то есть для этого мне завершился для этого мне нужно нажать просто f5 да и пойти поставить здесь breakpoint не знаю успел я надеюсь на вот стоит видите тут информация task clean и все и я здесь breakpoint то есть это кросс платформенно не надо никуда ходить настраивать мучиться там оттачиться к процессу довольно легко интегрироваться я думаю что можно это если помучиться сделать свежим студии для такого простого мне в принципе ну и visual studio код хватает я уверена что ну как бы это кросс платформенно да то есть мне не надо мучиться там искать разбираться давайте я здесь это все я свернусь на терминал терминал и верит надо их удалить не будем флаг вспоминать так это закроем чего он их пытается открыть вот и здесь тоже самое да я надо запустить не только билд и саш конечно она не соберется потому что но сразу так под моно не сработает на проект который мы создали под windows но все равно то есть я переключился как бы на мак да у меня чисто здесь и в принципе он делает мне restore все работает хорошо сейчас он должен где-нибудь на билде упасть я думаю давайте посмотрим да на билде упал вот принципе кто переходил на моно собираться да это все решаемо настраиваем есть а но чем плюс а если у меня что-то здесь не заработало я захожу и начинаю тоже поставил breakpoint нажал f5 все то есть бы experience довольно удобный вот это запустили и работаем вот это такой вот большой вот мы в breakpoint и стоим тоже если надо добавить есть смотрим там мы запустились а под windows на если мы найдем например здесь там не билд артефакт а где наша им сидите build system из local build там из ранен там есть он windows и тому подобное всякие вот есть вещи очень удобно так это мы остановим отпустим есть тоже остановим то есть experience отладки тоже довольно удобный как по мне по сравнению с мсбилдом конечно если вы пишите кастомные скрипты на c-шарпе то да у вас там скорее всего все получше но если вы пишете powershell ну там отладка тоже может быть немножко лучше но не идеально вот в принципе у меня это все что я хотел показать рассказать не хотел сильно долго грузить тут какими-то информациями вообще на самом деле в реальности эти build cake файлы выглядят гораздо больше но чем больше проект тем больше кастомных вещей но они спасают много времени основные плюсы для меня почему cake by default у меня идет это c-шарп соответственно если новый человек команде пришел он довольно быстро разберется что как работается я не боюсь если мне завтра по каким-то причинам нужно будет перейти там например с team city на vsts или с vsts на team city вот мне не нужно переживать если там нужно откатиться например там и собрать продукта который там был месяца 3-4 назад я знаю как его собирать если у меня был конечно cake build файл вот тоже если вы пишете кросплатформенно вам не нужно как-то переизобретать что-то там думать у вас она запускается везде так как вам не нужно никакие тулы ничего хранить он самодостаточный файл вы никакие бинарники не храните большой плюс то что много вещей которые там нужно например запустить sonar cube ok cake build sonar cube очень хорошая документация комьюнити написала очень много тулов одинов многие компании используют для себя и то чего им не хватало иногда это очень специфика например там собрать какой-то сквирилл инсталлятор вот то они делают свои один и их писать очень легко и выкладывает их тоже open source вот большое хорошее комьюнити это .net foundation то есть ну я не переживаю что там ну завтра не скажут что мы там закрываемся на потому что но мы устали мы не хотим то есть это не только один разработчик идет это уже как раз полноценная комьюнити и большой плюс не нужно версионировать никакие бинарники какие-то тулы скрипты ну скажем так я запускаю на чистой машине он смотрит проверяет если этого нету он скачивает если это есть нужной версии он идет дальше вот ну подсветка синтаксиса какая-никакая для dsl это важно вот и возможность дебага потому что не все сразу получается иногда если даже получается просто хочется быть уверенным в том что если что-то пошло не так как минимум я смогу по дебажить да не просто там какие-то информационные сообщения выклевывать и тому подобное вот это такой плюс для меня тоже был что особенно для visual studio code дебаг очень легкий вот ну можно по дефолту сразу только нажали и все опять основные как бы референсы это как build.net основной сайт ну и репозиторий также вы можете если интересно там найти например definition и как это используют identity сервер например там поле ну очень многие сейчас проекты open source используют как build как свою систему потому что нужно собираться например там под appware Travis и тому подобное сейчас покажу вот например kx и sharpmake да они проверяют постоянно себя вот на вот этих build серверах ну то есть они запускают на разных платформах то есть и для них это довольно легко обычно это лежит нужный файлик там Travis да там все что он необходимое делает да и запускает просто этот скрипт build а вот это все идет дефолтное то что вам нужно все надо вам запуститься например еще под windows да вы смотрите ага есть какой-нибудь там offer то же самое что мне нужно сделать да мне нужно запуститься все то есть обычно эти файлы могут выглядеть но довольно такие непростые да эти конфигурации там что то где то изменялось вы идете в каждые меняете вот не совсем удобно вот в принципе на этом у меня все и пожалуйста если есть вопросы замечания предложения может кто-то ту использует уже себя не кейк может использовать там фейк и тому подобное пожалуйста поделитесь впечатлениями правда или нет ну хорошо игорь у меня есть вопрос да конечно по поводу вот этого вот кейка у меня есть на team city некоторые скрипты написанные там билда запуска тестов integration unit тестов могу ли я полностью вот эти вот все свои скрипты заменить кейком просто вызывать кейки все да это как раз и идея что убрать вот эти скрипты которые ся и специфик да и ты не можешь их запустить легко проверить локально вот это ну да это как раз и идея ты можешь их перенести на чем скрипты написаны powershell то просто в xml не но я понимаю но что они делают например там просто запускает тесты да там но это какой-то x-unit ms-test n-unit n-unit плюс deploy на ftp ага ну это довольно просто то есть переписать даже упростится код в этом то есть запустить n-unit да единственное что нужно будет включить репорты чтобы team city они отображались красиво да как всегда там но мы привыкли видеть и все то есть как это делает плагин и publishing тоже ftp можно использовать через ms build возможность publishing можно лучше сделать какой-то азип да артефактов и уже потом можно использовать кейк один до который позволяет сразу на ftp заливать также как я говорил тут есть аргументы да и это очень важно что вы можете вещи например build number вы можете передавать а можете сразу считать системы контроля версии здесь уже в коде не не обязательно передавать и например вот эти там ваш сервер и тому подобное но не обязательно здесь дефолтное значение может быть это может приходить изне это ваши секреты секреты вы можете хранить где угодно и просто передавать потому что не очень хорошо хранить например какие-то секреты да там ftp логин ftp пасворд в скрипте да то есть поэтому их можно и передавать из них понятно спасибо большое можно еще вопрос конечно пожалуйста у нас такая ситуация сейчас на проекте что разные вижу студии у людей и вот есть что-то подобие от этого кейк build скрипта такой называется припуш билд скрипт вот он получается все чистит билдит там всю магию делает вот но вопрос стал когда сейчас 17 студия вышла у нее ms build валяется в другом месте вот этот dotnet build он получается не знаю шарит как в 13 студии в 15 студии даже там мсбл делать шарит как везде это все найти да он как раз вот это и сложную логику инкапсулирует тут даже можно указать какую версию мсбл до запускать вот можно сказать там мсбл то тут вот есть dotnet build и сеттинге наверно покажу dotnet build как обычно это происходит ну не обязательно это все помнить есть мсбл чистый dotnet build немножко умнее в этом плане и тут есть dotnet build settings так 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 но that next build и комик конфигуратор так ku и dotnet сейчас вот это найдем единственно шо он статический у них сгенерирован и поэтому иногда приходится через google к ним заходить так вот и есть тут конфигурация solution, with property targets вот и здесь сейчас где-то get sets configuration да что ж она так сделаем еще проще ты наверное может быть имел ввиду таску которая чисто с мс билдом там наверное можно указывать версию мс билда здесь это тоже можно они сделали недавно кстати потому что с выходом и были как раз проблемы то что в студии на 2017 они как раз это прячут и туда и пришел но там есть в общем этот нам что-то быстро не могу это найти там указать в с 2017 15 это такая возможность есть и можно запускать под разными это без проблем недавно что-то это делал это .net не забывать кейк приписывать это .net вот то есть в принципе ну еще раз заменить можно и можно под разными собирать то есть это без проблем так обычно он находит какой там первый есть там повыше версии если не указывать там есть дефолт такой вопрос еще что посоветовавши сейчас вот есть один какой-то powershell скриптик который все билдит то что перейти на этот кейк нужно просто выкачать этот здоровенный билд ps который он по дефолту выкачивать и все что было в старом powershell скриптики просто перекинуть кейк файл да окей спасибо вроде понял на то есть но она она можно параллельно переписали как все заработало это ну то все уже можно дальше это двигаться хорошо еще какие-нибудь это вопросы есть так кто-то там писал в принципе но могу из опыта сказать переход ну довольно такой первый сложно как бы на это раз когда пишешь а потом уже ну можно даже какие-то копипастить находить берете как примет темплейт и все то есть это очень легко становится и понятно то есть но потому что сишар все понятно и многое вещей есть который как реализуется и скрывается вся эта сложная логика есть еще какие-нибудь вопросы у кого-то слышишь возник вопрос а у тебя случайно нет примера где-нибудь какой-то си айки на который ты этот кейк положил уже готовый там а просто вместо каких-то кастом скриптов вложить теперь так если там кастом скрип теперь можем там build ps минус какие-то там таргеты или как окей сейчас я знаю что я покажу я к сожалению проект не могу показать но я покажу то что я могу показать вот откроем новые стрессе покажу тут 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 так это мы можем свернуть где мы тут как она выглядит build релиз все вот это куча наборов шагов заменяется например для встс а есть уже непосредственно такой вот плагин с галереи это может быть просто запуск powershell на то есть тоска который добавляет ну запуск powershell вот но в принципе что для team city что для встс а для тфс уже есть такие экстеншены они ничего не делают кроме того как запускают вот с этими параметрами запустить там кейк передай ему скрипт таргет возите все ну и какие-то аргументы просто они скрывают это но а так это происходит как запуск например там для team city одно время не ставили и это был просто запуск лучше сюда вернуться как build ps файлик который лежит репозиторий и сюда мы ему передаем нужные аргументы все то есть это какой-то команд powershell зависимости от того как это называется в континус integration и все то есть это просто один шаг то есть в идеале когда открываешь build definition должен быть один шаг который запускает этот скрипт окси мэйк и все спасибо да да спасибо урофа какие-нибудь вопрос может это хоть сказать что она не заработает но я тоже бы с радостью это услышал но может быть какие-то специфические случаи мне интересно лучше пока у меня ну я не видел таких стоперов блокеров которые бы не помогали интегрировать и этот подход правда бы не облегчал жизнь ну пожалуйста если что говорите критика всегда тоже хорошо видимо никто не работал поэтому и критики не может быть не ну просто процесс туда тут ничего нового если честно но есть такие вещи как не открою если окошек если кто там хочет носишь шарп выучить на есть например фейк написать build вот тоже самое dsl тоже идея такая когда он появился раньше вот ну но тогда надо учить и фшарк вот и причем все вот но есть свои нюансы есть также там но много много разное вот но идея сама то что мы пишем файл на это еще придумали до но называется семей потому что у них как раз были эти все проблемы им нужно было это решать то есть но ничего нового поэтому в принципе для меня выглядит так как то что работает на не надо мучить очень часто знаете проблема возникает сейчас в таком современном мире приходят и говорят окей нам нужно настроить я сиди хорошо мы сильно заняты мы не хотим давайте найдем девопса нашли девопса девопс пришел он никогда на этом например не работал и для него это все да и когда говорят там но две недели я настраивал ся и сиди разбирался как вообще вы билдите все свои на особенно там из-за вещей но начинаются нюансы то есть вроде бы он нас не отвлекает экономить время но и в тот же момент ничего не работает долго происходит но и мы сами иногда процесс не знаем а так и описали сказали вот запусти и все тебе файл запускай и все хорошо то есть это упрощает жизнь тогда правда часть идеи довольно легкий процесс и контролируемость вот это наверное из основных таких вещей хорошо если вопросов нету ну или появится позже вы начнете пробовать как я говорил она доступна я еще пришлю отдельно доступна и презентация да но наверное больше интересует дыма код того что мы делали всего и здесь вот есть как раз этот файлик ну может быть как стартовая точка она пойдет вам вот хорошо тогда эти ссылки еще сегодня отправим спасибо вам огромное за внимание на вопросы за рекомендации вот тогда всем хорошего дня пока я как тебе спасибо пока пока